Итак, господа, небольшая викторина. Сколько видов шарфов вы сможете назвать? Если вы не особо разбираетесь, то назовете один или два. Что ж, джентльмены, не волнуйтесь, позвольте мне помочь вам. Существует классический, всем знакомый, шерстяной шарф, кашемировый шарф, шелковый шарф ярких цветов. Обычным недорогим вариантом будет флисовый шарф. Это что касается материалов, а теперь давайте поговорим о видах шарфов. Обратите внимание, это большой круглый шарф, который называется снуд. Не все шарфы имеют прямоугольную форму. Также можно встретить квадратные шарфы, которые можно завязывать различными способами. Если вы сомневаетесь, что это не мужские шарфы, давайте рассмотрим бандану. Это шарф, который носит ковбой, чтобы пыль не попадала на рубашку. А как насчет классической куфи? Любой, кто был на Ближнем Востоке, в пустыне, понимает, как полезен этот практичный и универсальный элемент одежды, и он отлично справляется со своей задачей защищать от песка. Когда я служил в Ираке и Кувейте, я помню, что видел, как многие солдаты носили этот шарф и любили его за функционал и удобство. Вот что я хотел сказать вам, джентльмены. Теперь вы больше знаете о шарфах. Одна из самых больших ошибок, которую совершает большинство мужчин, когда речь заходит о шарфе, они даже не знают, для чего он предназначен. И в сегодняшнем видео мы поговорим об этом. Теперь вы знаете, что такое шарф и какие они бывают, но вторая ошибка, которую совершают мужчины, заключается в том, что они думают, что шарфы предназначены для женщин. Они видят различные виды, различные цвета и говорят, это слишком для меня. Господа, если вы думаете, что шарфы должны носить только женщины, вы не знаете историю. Давайте вернемся на 2300 лет назад. Я имею в виду Древний Китай. Если быть точным, то мы рассматриваем Третий век до нашей эры и терракотовую армию. Что удивительно в этих статуях, помимо общего количества и просто деталей и работы, которая была проделана, так это то, как они сохранили внешний вид униформы солдат той эпохи. И угадайте, что на них надето? Шарфы, и они были не только для защиты, но и для идентификации. Они были разных цветов, чтобы определить звания и подразделения, в которых состояли солдаты. Если вам нужен другой пример, когда мужчины носили шарфы, то давайте посмотрим на авиаторов, особенно во время Первой мировой войны. Что они носили? Шелковые шарфы. Почему? Потому что нужна была защита. Скажем так, когда вы находитесь в открытой кабине, воздух проникает повсюду. Нужно было не только оставаться в тепле, но и защищать шею от ветра. А шарф в этом очень помогал. Следующая ошибка, которую совершают многие, когда все-таки решают начать носить шарф, они не знают, как правильно его завязать. Я покажу вам пример трех простых, подходящих для мужчин способов, как завязать шарф. Итак, первый – четверка. Он отлично подойдет для длинных шарфов. Этот узел защитит вашу шею, когда на улице холодно. Для начала сложите шарф пополам, а затем накиньте его на шею. После этого возьмите один из свободных концов и протяните его через петлю. Поверните петлю, а затем протяните второй конец через нее. После этого отрегулируйте узел, пока он не будет выглядеть так, как вам нужно. Если этот вариант слишком сложен, давайте упростим его и рассмотрим парижский узел. Парижский узел – это классический узел для шарфа, которым почему-то многие мужчины даже не знают. Мне он нравится, потому что он плотно прилегает к шее и защищает от ветра и идеально подходит для длинного шарфа. Итак, для начала сложите шарф пополам. Накиньте его на шею, а затем продяните концы шарфа через петлю. Полностью протяните их через петлю, а саму петлю проталкивайте вверх. После этого затяните шарф вокруг шеи, не слишком туго. Отрегулируйте так, чтобы вам было удобно. Если этот вариант для вас через чур и вы хотите что-то, что не только легко завязать, но и чтобы выглядело просто, то вам подойдет узел двойной оборот. Этот узел – отличный вариант для морозной погоды. Как и узел четверка, двойной оборот – один из самых теплых способов ношения шарфа. Его очень просто завязать. Опять же, этот способ лучше всего подойдет для длинного шарфа. Накиньте шарф на шею, причем один конец должен быть длиннее другого. Возьмите длинный конец и оберните его вокруг шеи. Затем повторите и оберните его вокруг шеи второй раз. При необходимости поправьте, чтобы полностью закрыть шею, и вы готовы к любым погодным условиям. Итак, господа, если вы любите носить шарфы, сделайте одолжение и нажмите кнопку «Мне нравится». Если вы не любите носить шарфы или недавно приобрели его себе, нажмите кнопку «Мне нравится». Потому что так YouTube понимает, что этим видео стоит поделиться. Следующая ошибка, которую совершают многие мужчины, когда речь заходит о шарфах, заключается в том, что они не готовы экспериментировать со всевозможными цветами и дизайнами. Заметили, что я поменял шарф? Возможно, это бросилось вам в глаза. Это не совсем яркий цвет, он довольно приглушенный. Дизайн определенно привлекает внимание, особенно когда надеваете однотонный пиджак или однотонный свитер. Именно это будет притягивать взгляды, и это именно то, что требуется, когда вы надеваете шарф. Это интересно подбирать цвета и разные дизайны. Если вы решили приобрести себе шарф, я понимаю, может быть, это что-то новое для вас. Вы хотите сочетать его с другой одеждой, и вы останавливаетесь на классическом сером варианте. Мне нравится серый цвет, это базовый цвет, который сочетается практически со всем. И если вы носите его с цветной одеждой, тогда да, в этом есть смысл. Шарф будет своего рода аксессуаром. Однако мне нравится, когда шарф двухцветный, потому что его можно сочетать. Даже небольшой контраст делает его немного интереснее. И опять же, шарф может выглядеть по-разному в зависимости от того, как вы его надеваете и какой узел сделаете. Но если у вас такой шарф, более броский и цветной, возможно, с узлом, как мой, мой шарф плотный и теплый. Он выполняет свои функции, он согревает меня, но при этом я могу сочетать его с любым своим нарядом и любой вещью из гардероба. Если отойти от функциональности, то можно рассмотреть использование декоративных шарфов. Они изготавливаются из разных материалов, от льна до шелка, иногда даже полиэстера. Вот этот имеет очень утонченный дизайн. Подобные шарфы, если их правильно завязать, могут выглядеть великолепно и немного защищать шею. Но они не будут обладать такими же теплыми свойствами, как, например, шерсть, кашемир или мохер. Давайте поговорим об этих разных типах тканей и об их плюсах и минусах. Как только начинаете носить шарф, я настоятельно рекомендую остановиться на шерсти. Ее относительно легко найти, и она обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Не только когда она сухая, но и когда мокрая. Если вы вспотели, она все впитает и согреет вас. Шерсть обладает уникальным свойством. Она может впитывать почти весь свой вес, в основном воду, и при этом оставаться сухой. Недостаток шерсти в том, что за ней нужно ухаживать. Вы не можете просто постирать ее. Это приведет к тому, что шарф будет испорчен. Цена может варьироваться в зависимости от места, где вы его покупаете. Также бывает, что шарф состоит из различных тканей. Если понравится вам на ощупь, ничего плохого в этом нет. Теперь что же насчет полиэстера или других синтетических материалов по типу фланели и так далее? Я думаю, что они прекрасно подходят, особенно если у вас ограничен бюджет. В перспективе он не так уж и плох, хотя будет не совсем то, что ожидалось. Но если подобрать шарф однотонного цвета, то он долго вам прослужит. На ощупь люди могут определить, что это не шерсть, не кашемир или что-то подобное. Но я думаю, что с точки зрения функциональности они действительно выглядят достойно. А как насчет кашемира или мохера? Шарфы будут более высокого класса, и часто, скорее всего, вы увидите их в смеси с шерстью. Они просто стоят дороже. Они не обладают лучшими изоляционными свойствами, чем, например, шерсть. Возможно, они будут немного мягче на ощупь и будут более эксклюзивными. Многие элитные бренды начинают вводить в моду действительно уникальные дизайны и рисунки, которые нравятся людям. Опять же, если это то, что вам нравится, и вы нашли такую вещь, которая стоит в три раза дороже, чем обычная шерсть, но вам и вправду нравится дизайн, вы собираетесь носить его большое количество времени, тогда вперед. Я уже рассказывал о своей теории. Она называется теория полезности вещи. Это то, что вы чувствуете, когда носите вещь, а затем вы делите ее стоимость на количество ношений. Можно обнаружить, что если вы будете носить вещь в течение пяти лет, почти каждый день, вы получите от нее больше, чем она стоит, в отличие от шарфа, который немного колючий и не очень вам нравится. Вы редко носите его, и на который вы потратили на треть или на четверть больше, но вы никогда не чувствовали себя в нем комфортно. Что насчет шелковых шарфов? Это синий шелковый шарф. И это синий, но они имеют разные оттенки синего. А также они разные на ощупь и по-разному блестят. Шелк действительно так выглядит. И он, я бы сказал, для теплой погоды. Когда на улице минус 28, я не собираюсь надевать шелковый шарф. Шелковые шарфы имеют долгую историю, связанную с авиаторами, и многие женщины любят носить их, чтобы подчеркнуть свой стиль или привлечь внимание. Многие мужчины, следящие за модой, также любят носить их. Рекомендую ли я его начинающим? Я бы ответил нет. Но опять же, если вы начали носить шарфы, и вам действительно нравится немного выделяться, нет ничего плохого в том, чтобы приобрести себе шелковый шарф. Если вам нравятся дизайны, как он в целом выглядит, я считаю, что большие шелковые шарфы могут выглядеть очень красиво. Мелкие, как этот, которые имеют прямоугольную форму, мне не очень нравятся. Но я видел и квадратные формы, они популярны у дорогих брендов, и выглядят просто потрясающе. Если тема с платками ваша, если вы немного следите за модой, тогда, господа, носите их и наслаждайтесь этим. И, кстати, если у вас есть любимый тип шарфа, я хочу услышать от вас в комментариях, какие цвета, дизайн вам нравятся. Напишите ваши варианты в комментариях. Следующая ошибка относительно небольшая, а именно не ухаживать за шарфом. За ним нужно следить, особенно если у вас шерстяной шарф. Вы можете класть его куда угодно до тех пор, пока не положите его в такое место, где может появиться молли, съесть ваш шарф и сделает в нем дыры. Так что позаботьтесь о дорогой ткани. С шелком тоже не все так просто. Вы купили красивый шелковый шарф, но хранили его недолжным образом, и по какой-то причине он намок, на нем появилась плесень. Я надеюсь, что вы будете ухаживать за вещами, на которые тратите свои деньги. Теперь давайте поговорим о смешивании тканей. При смешивании тканей разной длины и нитей, переплетающихся друг с другом, возникает одна из проблем. Катышки. Если вы начинаете замечать катышки на шарфе, если вы начинаете замечать катышки на шарфе, одна из самых простых вещей, которую можно сделать, это взять бритву и удалить их. Но если вы видите катышки, со временем шарф будет терять часть ткани. Ткань превращается в катышки, а потом вы удаляете их, поэтому со временем шарф теряет какое-то количество ткани. И в конечном итоге он будет не таким плотным, и вряд ли вы захотите носить его через 5-10 лет. У меня довольно много шарфов, и я редко сталкивался с такой проблемой, как катышки. Но я знаю, что если у вас есть шарф, который вы носите постоянно, то готовьтесь встретиться с этой проблемой. И давайте также обсудим, как нужно ухаживать за шарфом. Если вы носите один и тот же шарф каждый день, вы должны понимать, он собирает пот и частички кожи. Вполне возможно, там могут появиться клещи или клопы. Поэтому раз в сезон, когда вы сдаете свою верхнюю одежду, не забывайте про шарф. Но знаете, если вы носите их не очень часто, я думаю, вы можете долгое время не стирать и чистить их. Или делать это самостоятельно в домашних условиях. Итак, какой совет можно дать, чтобы начать носить шарф, особенно такой, который бросается в глаза? Ответ прост. Носите его везде и всегда. Многие люди имеют в коллекции разные стильные шарфы на все случаи. Например, на деловую встречу, на встречу с друзьями, на свидание с женщиной. Многие хотят выглядеть хорошо, но при этом шарф бросается в глаза, и его сложно сочетать. Дело в том, что вы не пробовали его носить. Просто начните носить его каждый день с разной одеждой. Наденьте его с пиджаком, завяжите его красиво. Я, например, всегда кладу шарф в рукав куртки, поэтому я могу их в любой момент менять. Я ношу их постоянно. Ношу не для кого-то, а для себя. И когда вы начинаете носить шарф, и когда вы начнете носить шарф, вы привыкнете к тому, что шарф все время находится на вашей шее, и вам это нравится, вам удобно. Также можно нанести на него ваш любимый парфюм. Главное, не забывать о шарфе. Когда вы забыли надеть шарф и даже не задумались, и не обратили на это внимание, пока кто-то не скажет, «Знаешь, мне нравится его стиль. Он всегда хорошо выглядит. Мне нравится его шарф. Я бы хотел, чтобы мой муж или парень начали носить шарф». Господа, в этом нет ничего сложного. Просто начните носить шарф. Его можно легко сочетать со своим гардеробом, с любой верхней одеждой. Он станет аксессуаром, на который, возможно, раньше вы не обращали внимания, но вдруг вы начнете замечать, что и другие мужчины отлично выглядят в шарфах, и вы можете сделать им комплимент. Вы делаете комплимент о шарфе, и затем вы все больше и больше погружаетесь в это. У вас появится интерес. Какое видео я рекомендую вам далее? Как насчет данного видео? Прекратите носить эти семь вещей. Я выкладывал это видео некоторое время назад, но оно по-прежнему остается актуальным, особенно если ваш возраст от 20 до 40 лет. Прекратите носить эти вещи, потому что они не приносят вам никакой пользы.